Ну что, привет дорогие друзья и доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay и это уже четвертая серия нового сольного рейда, а вернее его прохождения. Сегодняшнюю серию предлагаю начать с самого сильного на данном уровне босса, или подбосса если вернее, опять же сказать, это Bad Girl. Модификаторы вы только что видели, а вот снарядить своих героев никогда не помешает. О чем я вам в принципе напоминаю. То есть на Raven у меня стоит эгидоэнтропии, на Плюще стоит эгидоэнтропии, на Harley Quinn стоит, естественно, клинки сущего стоит артефакт. Значит, комментировать особо нечего. Я думаю, что так как у этого подбосса нет стойкости к оглушению, нет стойкости к критам, нет стойкости к доту, несмотря на все остальные вроде как пугающие модификаторы, для команды которой я играю данный подбосс, ну, абсолютно не страшен. Сейчас главное настакать... О, ты! Опасный момент сейчас был, потому что Bad Girl могла бы заблочить атаку Raven. Главное настакать клинки, главное настакать тьму от Raven. И в принципе все пойдет очень даже неплохо. Как видите, даже на одном стаке тьмы от Raven дамаг прошел очень-очень-очень неплохой. Но мы же не будем на этом останавливаться. Еще один стак, пора вывести Харли. И сейчас быстренько делаем второй спец. Я надеюсь, что оглушаем, потому что второй спецприем Харли Квин имеет шанс на оглушение. Не стопроцентная вероятность. И очень часто, кстати, бывает так, что вот эта не стопроцентная вероятность играет с вами злую шутку, потому что вы надеетесь на то, что ваш враг будет оглушен, а не тут-то было. И после этого тактики ведения боя могут резко ухудшиться или в принципе нарушиться. Но здесь очевидно и невероятно победа, друзья мои. Надеюсь, вы болели в этом бою за меня так же, как я сам за себя болел. Самое время нажать на пальцы вверх. Друзья мои, проявляйте несколько большую активность. Как-то вот я так смотрю, просмотры-то немножко подупали. И даже кто-то из подписчиков написал мне, не расстраивайся. Да я в принципе не расстраиваюсь. Это очевидно, что сольные рейды, вне зависимости от того, новый это сольный рейд, старый сольный рейд. Суть одна и та же. Ты просто по кругу бьешь врагов. Ничего же по факту не меняется. В основном даже модификаторы одинаковые. Чем выше уровень, тем более серьезные модификаторы. И, ну, в данном сольном рейде они... Ну, я даже не знаю, как это комментировать. В общем, я думаю, вы суть понимаете. Суть ясна, как на ладони. Видно все. И что я хотел сказать? Артефакты. Да, в очередной раз я хотел прокомментировать артефакты тематические данного сольного рейда. Когда только появился самый первый сольный рейд, он был посвящен Дарксайду. Если вы помните, а кто не помнит, я вам только что об этом рассказал. И тогда артефакты не распространяли свое действие на всю команду. То есть, все последующие сольные рейды, артефакты, которые нам давали за прохождение этих сольных рейдов, они действовали на всю команду. То есть, один артефакт можно было нацепить на кого-нибудь одного из команды. И эффект в плане увеличения атаки и увеличения запаса здоровья действовал на всю команду. Но не в рейде Дарксайда, да? Но после Дарксайда они исправились и переделали артефакты. В случае с данным новым сольным рейдом, артефакты, к сожалению, действуют только на конкретного персонажа. И я не знаю, зачем они это сделали, почему они отошли от своей новой идеи так. Значит, попытки ждем, пока обновятся, и я продолжу свою мысль. На чем я там остановился? На артефактах, да? Вот, друзья мои, кто еще не успел заметить? В данном сольном рейде артефакты, тематические, которые нам выдают или не выдают, по-разному бывает, они действуют на конкретного персонажа, на которого будет надет этот самый артефакт. То есть, групповых эффектов, улучшения у вас не будет, групповые бафы будут отсутствовать. И это на самом деле печально. В предыдущей части ролика я сказал, что я не знаю, зачем они это сделали, но у меня было 12 часов, чтобы обдумать свои предыдущие слова, и я понял, зачем они это делают. Это же просто очевидно. Чем меньше пользы от этих артефактов, тем, возможно, больше будут донатить, чтобы прокачивать тот или иной артефакт или доставать артефакты для всех трех персонажей. В принципе, игра давно уже заточена исключительно под донат. Те, кто изначально играли в эту игру, они помнят те сладостные времена, когда новые персонажи выходили в золотой огранке, и каждый новый персонаж был доступен в сезонах арены. Вы могли абсолютно бесплатно его достать, ну, за исключением того, что на аренах приходилось проводить, ну, гораздо больше времени, мягко говоря, чем сейчас, для того, чтобы пробиться в минимальный ранг, в четвертую элиту, где выдают 360 фрагментов, чтобы прокачать героя сразу на 4 звезды. Но можно, в принципе, было дойти и до первой элиты, и забрать трехзвездную версию персонажа. Дело даже не в этом, а дело в том, что персонажей раньше можно было доставать бесплатно. Сейчас, по факту, в основном, конечно, все заточено на донате. Но мы это с вами неоднократно обсуждали на стримах, я неоднократно упоминал это в роликах. Жалко, печально и прискорбно, что так обстоят дела с игрой. И многие говорят, ты не имеешь права критиковать Injustice 2 Mobile, потому что ты не задонатил ни копейки. Но здесь я вам хочу сказать, что, знаете, тут круговорот воды в природе, как говорится. Я поясню свою мысль. Дело в том, что если бы цены на донат не кусались, а вероятность выпадения того или иного персонажа, допустим, была бы выше, это я сейчас уже Mortal Kombat вспоминаю, да, то мне кажется, что донатов было бы гораздо больше. Если бы, допустим, они продавали нового персонажа, допустим, рублей за 200, за 300, я бы, может быть, даже задонатил. А так, вы меня извините, купить нового персонажа за сколько там, 4-4,5 тысячи рублей, это сколько там, трехзвездная версия, по-моему, да, персонажа, отдельно купить еще для него экипировку за 600 или 700 рублей, а не подофигели вы, господа, Незерелм, это очень дорого. Это очень дорого, если отталкиваться еще от того, это мое любимое сравнение, да, вы, на самом деле, консольную версию со всем пакетом персонажей, со всеми дополнениями, со всеми скинами можете купить в два раза дешевле, чем купить одного полноценного персонажа в Injustice 2 Mobile. И то это даже не полноценный персонаж будет, это будет 4-звездная его версия, а для того, чтобы прокачать его до 7 звезд, без условия того, что вы, возможно, достанете его за самоцветы из сундука, вы просто подсчитайте, сколько вам понадобится на это денег. Я не готов тратить такие суммы на персонажа в мобильной версии игры, и меня поддержат в этом плане многие. Мне хотелось бы больше пространства для игроков, которые действительно играют в эту игру, которые действительно поддерживают этот проект. Ведь на самом деле проект не может держаться только на донатах. В проекте должны присутствовать игроки, да, то есть создавать ощущение того, что проект жив. И вот как раз-таки основная масса людей, которые создают эту видимость, это те игроки, которые, ну, не донатят. Они донатят потому, что сильно дорого. В общем, я занял паузу, мы дошли до самого главного босса. Босс вроде как серьезный. Мне люди в лиге писали, что такие интересные у него модификаторы. Многие подписчики писали, что у них не получилось с одной попытки пройти Бэйна. Ну, посмотрим, что он за парень такой. Так, вот самые эти модификаторы у него. А я смотрю, что когда мы делаем тек-ин, да, то есть смену персонажа, они как бы обнуляются, и начинается отчет заново. То есть совет очень простой, напрашивается сам собой. Чтобы как можно было проще пройти Бэйна в качестве босса, просто нужно часто делать... Ой, оглушение не прошло, кстати. Нужно просто чаще сделать тек-ины, чаще делать смену персонажей. Тогда вот эти все его бафы, которые копятся, они будут обнуляться. Как вы видите, это все прекрасно работает. И вы просто не сможете дать Бэйну накопить огромный заряд силы или улучшить его броню. Вот и все. Всех делов-то. Я-то думал, слушайте, опять не прошло оглушение. Что такое? Там же не было написано, что стойкость к оглушению у босса. Что происходит? Не может быть, наконец-то. С третьего раза оглушилось. Я все же считаю, что в каждом бою есть какие-то еще скрытые модификаторы, о которых разработчики просто не рассказывают нам. Потому что, ну, как бы, вот, допустим, Бэтгерл, которую мы проходили на этом же уровне, у нее нет стойкости к оглушению. Мы спокойно каждый раз ее оглушали, да? В случае с Бэйном из четырех раз мы оглушили его только два раза. То есть, типа, с вероятностью в 50%. А между тем, вероятность оглушения на втором спецприеме Харли Квин гораздо выше, чем 50%. Хм, что это такое? Непонятно. Но, так или иначе, четвертый уровень пройден. Кстати, не знаю, когда выложил этот ролик, потому что это же надо еще все смонтировать. Надо все свести, голосовую дорожку отдельно приклеить к ролику там и так далее и тому подобное. В общем, я даже не знаю. Но сейчас самое интересное впереди. Наградочки, наградочки, может быть, что-то и выпадет. Хотя, в данном случае, в данном рейде эти артефакты... Ну, не знаю, такое, конечно. Ой, как долго мы грузимся. Опять же, классика NGSS 2 Mobile. Вечные загрузки. Даже когда вы переходите по эффект... По... Боже мой, по пунктам меню. Но... Ой, вот эти вот предложения просто посмешащие. 559 гривен в рублях. Я не знаю, сколько надо на 2,7 умножить. За просто бесполезность, как по мне. Ну, вы видели это предложение. То есть, то, что они предлагают, даже нельзя будет самый днищенский артефакт тематически прокачать на второй уровень. А вы за это получите... Потратите деньги. Бред. Ну, нажимаем получить все с надеждой на лучшее. И что нам тут выпадает? Что нам выпадает? Что выпад... Спасибочки. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Не забудьте подписаться и написать в комментариях, на какой стадии сольного прохождения вы на данный момент. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok